Всем салют, вы на канале тренер Хапаев. Я здесь рассказываю свое видение, свою субъективную точку зрения по поводу коксоартроза, как я болел, как у меня проходила операция, чего я достигал, где я ошибался, где я находил какие-то секреты. И вот этот опыт я передаю. То есть это разговор не для того, чтобы со мной спорить. Это для того, чтобы воспринимать информацию или не воспринимать. Третьего не дано. Поэтому, пожалуйста, если кто-то хочет устраивать дискуссии, только не на моем канале. Открывайте свой канал и там можете шпарить что угодно. Сегодня, сейчас я хочу рассказать об упражнении, которое называется ходьба на коленях. Очень распространенное упражнение, которое используют коксоартрозники, гоноартрозники. Сразу хочу сказать, что если мы говорим о здоровом человеке, то это упражнение прямо необходимо делать. Это профилактика. Для здорового человека просто необходимо делать. В чем его интерес в этом упражнении? Значит, в том, что вы, когда вы ходите на ногах, то вы включаете все ноги в работу. Понятно, да? То есть, грубо говоря, наше тело делится по суставам тазобедренным на две половины. 50% наверху, 50% внизу. То есть, ноги составляют 50% вашего тела. Так же, как и верх ваш составляет 50%. Вот, средина проходит как раз по тазобедренным суставам. Почему они испытывают неприятности, да? Значит, если вы ходите на 50%, то вы и включаете вот эти все свои мышцы на ногах. Если вы сгибаете в коленях ноги и начинаете ходить на коленях, то работа получается изоляционная. То есть, вы отключаете работу голеностопа. Ну, я еще больше скажу, что отключив работу голеностопа, вы отключаете 70%. Потому что при ходьбе 70% нагрузки забирает стопа, голеностоп. Представляете, какое неравномерное распределение по телу. 70% забирает стопа и оставшиеся 30% распределяются по остальным суставам и по позвоночнику. Так вот, вы когда подгибаете колени, вы лишаете удовольствия своего тела использовать голеностоп, стопу. Вы начинаете ходить на коленях и нагрузка становится более изоляционная на тазобедренный сустав. Это хороший повод для того, чтобы делать это упражнение. Мало того, удивительно работает хождение на коленях, когда вы назад пойдете. Когда вы начнете ходить назад на коленях, вы почувствуете, как у вас начнет включаться бицепс ноги. То есть, при хождении назад на ногах, просто стоя, это трудно очень испытать. На коленях вы это испытаете, вы почувствуете. Бицепс ноги работает, значит, естественно, ягодицы будут работать. Что очень трудно заставить работать, опять же, при ходьбе. При ходьбе вы вряд ли чувствуете свои ягодичные мышцы. А если учесть, что они уже стали дистрофичные, они стали гипотоничные, они перестали отвечать на ваши нагрузки в связи с вашим заболеванием. То есть, это логика, логика коксоартроза такая. То, конечно, хождение на коленях даст вам некий толчок. Но здесь есть некоторые предостережения. Во-первых, когда у вас сильный перекос таза, и вы ходите на коленях, вы не улучшаете свое состояние. Вот услышьте меня внимательно. Первую часть я рассказал, что хорошо, а что плохо во второй части. Если сильный перекос, то вы, когда вы ходите на коленях, вы будете ходить все равно через поясничный отдел. Все равно у вас будет включаться в работу квадратная мышца спины, опять же, поясничный отдел, разгибатели спины. То есть, спина будет загружаться, потому что ваша ягодица гипотонична. Она не включится здесь в работу, потому что у вас задача пройти. Будет работать бицепс в какой-то степени, квадрицепс будет работать, если вы вперед идете, если назад бицепс. Ягодица может не включаться в работу, если у вас сильный перекос, или если у вас ягодица отключилась. Ее так очень трудно включить. Вот, поэтому здесь есть вот такие подводные течения. Что касается самой нагрузки при ходьбе. Это плеометрическая нагрузка. Это, опять же, ударная нагрузка. Поэтому я бы не советовал ходить вам на паркете, на плитке, на жестком основании, даже если вы подкладываете тоненький гимнастический коврик, фитнес-коврик какой-нибудь. Подкладывайте шесть ковриков, пять ковриков или возьмите какой-то поролон. То есть колено должно чувствовать себя комфортно. Не надо испытывать себя на какие-то иезуитские страдания, через боль освобождать себя от грехов. Не нужно, вы ничего этим не добьетесь. Поэтому я хожу всегда на борцовских коврах. То есть я хожу на татами, я хожу на борцовских коврах, если я прихожу в зал. Кстати, я начал серию тренировок именно с борцовского зала. Мы одну провели уже каждую среду. Вот в эту среду я тоже буду выкладывать. Кто хочет, смотрите, наблюдайте, что я делаю. При гоноартрозе многие спрашивают, можно ли ходить. Понимаете, я не выписываю рецепты. Я рассказываю то, что я сам делаю. Ходить вам или не ходить, это ваша ответственность. Это зона вашей ответственности. Это ваше здоровье. Я не знаю, ходить вам или не ходить. Если вы можете ходить, если вы чувствуете, что вы комфортно себя ощущаете, и после ходьбы у вас улучшается состояние колена, то почему не ходить? Если вы чувствуете, что у вас ухудшается состояние, что вам больно становиться, то, естественно, ходить не надо. Но я при отрыве сухожилия, при отрыве двух боковых связок сейчас, находясь еще, мое колено находится в воспалительном состоянии, еще это уже два месяца, вот завтра будет два месяца, как это прошло. Я уже тренируюсь полным ходом, делаю свои упражнения по жиму лежа, по подъему на бицепс, но при этом у меня колено еще испытывает некоторые трудности. Я потихоньку становлюсь на колени. Я становлюсь на колени, хотя отрыв от надколенника был. Я знаю, что вот здесь мягко, комфортно и хорошо, я аккуратненько становлюсь и стою, приучаю коленек для того, чтобы они хорошо массировались, потому что вот при ходьбе на коленях идет хороший массаж, идет стабилизация колена очень хорошо. Поэтому вы сами должны выбрать для себя, нужно вам это или не нужно. Я просто рассказал и положительные, и отрицательные стороны. Всем пока, и если вы захотите со мной тренироваться, ссылка будет закреплена в комментариях. Вы можете по ссылке перейти, попадете на мою страницу в контактах, и можете мне написать, что вы хотели бы попробовать со мной потренироваться. Я вам задам некоторые вопросы, и вы будете тренироваться дистанционно, в любое удобное для вас время, в записи, вы получите блок тренировок, которые будут схожи, близки к тем проблемам, которые у вас есть. Все, всем пока, живем без боли, с вами тренер Хапаев.